Пару дней назад американское аэрокосмическое агентство NASA с помощью ракеты Falcon Heavy запустило аппарат по изучению загадочного астероида Психея. Ему предстоит круиз в главный астероидный пояс к малоизученному небесному телу. Ожидается, что зонд доберется до Психеи в течение нескольких лет, а когда это произойдет, объект начнет изучать и собирать информацию, которая поможет не только заглянуть в далекое прошлое Земли, но и в ее центр, почти в буквальном смысле. Кроме того, исследование может пролить свет на вопросы о возможной добыче драгоценных металлов с астероидами и их влияние на будущее космические миссии. Основное назначение вот этой миссии космической заключается в том, что нужно исследовать космические ресурсы полезные. Много пишут о том, что там они хотят посмотреть первородную часть образования нашей Солнечной системы, но это тоже одна из задач. Но самая главная задача, чем вот этот астероид Психея или Сайкея отличается от других астероидов. Астероид Психея – один из самых интересных объектов в нашей Солнечной системе. Основной интерес к Психею вызывает ее состав и структура. Считается, что этот астероид представляет собой ядро высветленной планеты, которая могла существовать в прошлом. Большинство планет в нашей Солнечной системе имеют металлическое ядро, окруженное главным образом скалистой оболочкой. Психея предположительно является ядром такой планеты, разрушенной в результате столкновения с другим крупным объектом. Размеры Психеи также необычны. Ее диаметр составляет около 250 километров, что позволяет считать ее астероидом головного пояса. Очень по большому счету сложно разогнать космический зонд, чтобы он долетел на такие большие расстояния. Поэтому делают так. Подлетает зонд к какому-то космическому массивному телу, вокруг него раскручивается, приобретает новый импульс и летит дальше. Ну вот вокруг Марса тут планируется, что он сделает такие вот реверансы и полетит дальше в область астероида Психея или Сайкея. Несмотря на то, что миссия требует большого объема научной работы и координации с различными техническими специалистами, она отражает нашу постоянную стремительность к познанию космоса и расширению наших знаний о Вселенной, в которой мы живем. Поэтому сейчас мы наблюдаем, как происходит важный шаг в изучении космоса и расширение наших знаний о составе Солнечной системы, происхождение астероидов и их роли в формировании нашего мира. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз.